Золото и кладов Древний нумизмат собирал в основном динарии династии Антонинов, но не брезговал и другими. Всего представлено 220 монет. Большинство динарии Антонина Пия, Марка Аврелия, Комода, Луция Вера и их супруг. Двух Фаустин, Креспины, Луцилы. Также имеется несколько монет Адриана, Домициан, Север. Лишь одна из всех монет оказалась не то чтобы редкой, но довольно нечастой. Динарии Пертинакса, римского правителя, правившего только 3 месяца. Состояние монет среднее, вес коллекции более 600 граммов. Коллекция динариев была выставлена на торги с 1 гривны. Лот получил 99 ставок, монеты были проданы за 33 050 гривен. 9 место сегодня заняла старинная икона. Иконе этой более 100 лет. Сюжет ее Господь Вседержитель, центральный образ в иконографии Христа, представляющий его как небесного царя и судью. Оклад иконы изготовлен из серебра и украшен шестью цветами эмали. Размер 27 на 31 сантиметр, состояние хорошее. Старинная икона была выставлена на торги со стартовой цены в 2 гривны. Лот получил 99 ставок, предмет был продан за 35 125 гривен. Восьмая строчка на этой неделе за древним торквесом. Торквес – кельтская разновидность шейной гривны. Культовое ожерелье, которое носили в основном вокруг шеи. Торквесы бывают как открытыми, так и закрытыми. В нашем случае торквес открытого типа. Предмет, к сожалению, сломан. Датируется он 4 веком до нашей эры. Изготовлен торквес из бронзы. Размер его 20 на 16 сантиметров. Древний торквес был выставлен на торги с 36 тысяч и всего после одной ставки продан за эту сумму. На седьмой позиции сегодня расположилось золотое подражание Ауреусу. Артефакту этому около 1700 лет. В эпоху могущества Римской империи ее золотые монеты использовали на наших землях не только как платежное средство, но и как украшение. Отсюда такое обилие найденных у нас продрявленных Ауреусов. На всех монет не хватало и местные ювелиры наладили выпуск собственных подражаний римским монетам. Это подражание найдено нашим с вами комрадом-кладоискателем в Хмельницкой области. Весит артефакт ровно 6 граммов, состояние его отличное. Варварское подражание Ауреусу было выставлено на торги с одной гривны и после 45 ставок продано за 36 с половиной тысяч гривен. Шестое место сегодня занял Ефимок с признаком. Монета эта изначально была таллером, отчеканенным в 1645 году на территории современной Германии. Затем монета перекочевала на земли Московского царства, где с помощью двух надчеканов была переименована в Ефимок с признаком. Ефимок приравнивали к 64 копейкам. Такие монеты находились в обороте до 1658 года, после чего были изъяты в казну и перечеканены в мелкую серебряную чешую. Ефимок с признаком был выставлен на торги с одной гривны и после 46 ставок продан за 37 700 гривен. Пятую строчку на этой неделе занял Тымф 1707 года. Тымф первоначально пилонная монета Речи Посполитой, чеканившаяся в середине 17 века. Она получила название от имени арендатора королевских монетных дворов Андреаса Тымфа. Во время Северной войны при правлении Петра I для оккупированных российскими войсками территорий чеканились монеты, которые по своим характеристикам соответствовали польским Тымфам. Эти монеты получали военные для закупки продовольствия и фуража. На аверсе был изображен царь и великий князь Петр Алексеевич. На реверсе двуглавый орел, дата и надпись «Всея России повелитель». Монета достаточно редкая. Изготовлена она из серебра 500-й пробы, весит около 6 граммов, ну а найдена, как и положено, нашим с вами, комрадам-кладоискателям. Петровский Тымф был выставлен на торги с 1 гривны. Лот получил 131 ставку, монета была продана за 38 010 гривен. На четвертой позиции сегодня расположились 100 долларов 2008 года. Монета эта была чеканина в Австралии. Название ее «Лунар», номинал 100 долларов. Монета посвящена году крысы, который приходит каждые 12 лет. Изготовлена она из золота наивысшей пробы и весит ровно 1 тройскую унцию, то есть 31,1 грамма. Интересно, что куплена монета 25 января 2008 года за 6080 гривен, что по тому курсу составляло около 1200 долларов. Спустя 12 лет монету выставили на торги с 1 гривны и после 25 ставок она была продана за 47 тысяч гривен. Как думаете, друзья, что это? Это трубка разведчика. Перископ, изготовленный в 1938 году за горским оптико-механическим заводом. Стояли с такими за углом лет так 70 назад какие-нибудь штирлицы и были близки к провалу, наблюдая за передвижением каких-нибудь мюллеров. Продана трубка разведчика за 3420 гривен. Многие из нас любят играть в карты, а вот некоторые карты эти еще и коллекционируют. Кому-то по душе вот такие карты, а кому-то и такие. Одни собирают современные, а другие старинные. Вот, например, дореволюционные игральные карты, выпущенные в Российской империи. На бубновом тузе пеликан, вырывающий у себя сердце, чтобы накормить своих детей. Такая эмблема здесь неспроста. С каждой проданной в Российской империи колоды карт шел платеж в пользу императорского воспитательного дома. Учреждение для сирот, подкидышей и беспризорников. Продана эта колода карт за 7999 гривен. И снова в топе украинская ходячка. Абсолютно бракованная монета, которая не должна была, но как-то попала в оборот. 5 копеек 1996 года сама по себе уже довольно редкая монета. А когда она на кружке, выбитом с края листа, то становится уникальной. Проданы бракованные 5 копеек 1996 года за 11 020 гривен. Открывают тройку призеров этой недели древние предметы воина. Лот этот уникальный. Он состоит из гусарской сабли и татарской миссюрки, шлема, который был популярен вплоть до 18 века. Предметам этим более 350 лет. Найдены они рядом с берестечком и имеют, судя по всему, отношение к легендарной одноименной битве. Битва эта состоялась летом 1651 года между войском запорожским и союзным ему крымско-татарским войском с одной стороны и армией Речи Посполитой с другой. Сабля и миссюрка были выставлены на торги со стартовой цены в 2 гривны и после 247 ставок проданы за 62 450 гривен. Почетное второе место сегодня снова-таки за варварским подражанием Ауреусу. Артефакту этому около 1700 лет. Он также, как и предыдущее подражание, найден нашим с вами комрадом-кладоискателем, но уже в Житомирской области. Подобной монеты в каталоге варварских подражаний до сих пор не было. Наши предки пытались изобразить вот такой Ауреус Галиена, римского правителя с 253 по 268 года. Как по мне, колесница вышла довольно реалистичной, да и император тоже хорош. Подражание изготовлено из высокопробного золота, вес его 3,2 грамма, состояние отличное. Варварское подражание Ауреусу было выставлено на торги с 35 тысяч и после 89 ставок продано за 70 708 гривен. Ну а самым дорогим лотом, проданным на прошлой неделе, стали старинные часы. Часам этим более 80 лет. Они были изготовлены Луи Эдуардом Бертудом, часовщиком Женевской Universal Watched Company в швейцарском городе Лелокль. Часы на ходу, но не в лучшем состоянии. Стекло потрескалось, минутная стрелка отвалилась, стрелка одного из хронометров отсутствует. Часы, так сказать, трофейные, реставрации они не подвергались. Итак, старинные часы были выставлены на торги с 1 гривны и после 115 ставок проданы за 89 999 гривен. Ну что ж, такой была прошлая неделя на аукционе. А чтобы не пропустить самые дорогие продажи текущей, просто подпишитесь на канал. Ссылки на лоты, представленные в обзоре, а также архив продаж за 2 года, вы найдете в описании под этим видео. На этом буду прощаться. До новых встреч на канале в поисках золота и кладов.